В ходе обсуждения проекта закона о внесении изменений в закон ОТО Гагаузи о соглашениях об осуществлении международных и внешнеэкономических связей, начальник главного управления внешних связей Анастасия Челак обозначила необходимость данных изменений. Ранее данный закон предусматривал, что... Предложения о заключении соглашения должны содержать проект соглашения, согласованный с Министерством иностранных дел Европейской интеграции Республики Молдова. Пояснительную записку с обоснованием целесообразности его заключения, определением соответствия проекта соглашения действующему законодательству, а также оценкой возможных финансово-экономических и иных последствий заключения соглашения. Председатель постоянной комиссии Народного собрания Гагаузи по юридическим вопросам Александр Дюльгер отметил, в чем заключаются новшества. В данном случае мы понимаем, что, допустим, если наши органы власть, Башкан, уже мы Башкан, Гагаузи, исполнительный комитет, председатель Народного собрания, допустим, к примеру, заключают соглашение в интересах развития Гагаузи, социально-экономического плана соглашения с Турецкой Республикой, с Белоруссией, Татарстаном, Азербайджаном и другими, к примеру, странами, то в данном случае после внесения изменений в данный закон, вот этого формального согласования с МИДом не требуется. Мы отправили в Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова письменный запрос с целью получить комментарий по данной инициативе. Результатом принятого закона станет осуществление программ экономического и социального развития Гагаузии, повышение жизненного уровня и социального обеспечения населения Гагаузии, а также увеличение поступлений в центральные и местные бюджеты, отмечается в проекте закона. Алена Терзи, Сергей Георгиев, Артём Топал, ГРТ Новости.